Друзья, всем привет, вы на канале Необъяснимая, с вами Дмитрий. Сегодня я как всегда покажу вам самые страшные и жуткие видео. Если готовы, тогда погнали. Следующее загадочное и жуткое фото сделала Брэнди Лин. Это очень огорчило и ввело в заблуждение её семью. На первой фотографии вы можете увидеть отца Брэнди, а на заднем плане вы можете увидеть рамку с изображением странного белого лица. По-настоящему жуткое изображение, которое вызывает мурашки по коже. Семья настаивает на том, что лица в кадре быть не должно. Вот как сама Брэнди объясняет эту ситуацию. Эта фотография была сделана 17 июля 2014 года. Недавно Брэнди просматривала все свои фотографии, в том числе и фото отца. Несколько месяцев назад он скончался. Случайно Брэнди наткнулась на это фото и волосы у неё встали дыбом. Зеркало, которое находится позади отца, уже много лет висит в их доме. Поэтому, когда она увидела это белое, жуткое, страшное лицо, она была в шоке. Само зеркало украшено цветами по краям, а лицо находится как будто бы за этими цветами. Для пояснения Брэнди добавила две дополнительные фотографии, чтобы показать, что в кадре нет лица. Поэтому мы понимаем, что это просто зеркало с цветочной каймой. Вот снимок, сделанный под углом. Отец Брэнди сидит на диване. И здесь вы можете видеть, что рамка действительно является зеркалом. А по краю всё тот же цветочный орнамент. Затем на этом финальном изображении Брэнди и её подруга позируют перед камерой. Здесь вы можете ещё более ясно увидеть, что в зеркале нет никакого лица. Брэнди продолжает говорить, что у неё нет абсолютно никакого ответа на этот вопрос. Её отец скончался 13 августа. Фото было сделано немного позже. Если вы посмотрите на черты лица в зеркале и черты лица отца Брэнди, это почти похоже на то, что мог быть родственник отца. Но она не имела в виду лицо её деда. А лицо на фото она обнаружила буквально пару недель назад, когда листала все фотографии отца. А так как он уже скончался, она не могла показать ему это и спросить, похоже ли это на кого-то из его родственников. Так как же получается, что в зеркале видно странное белое лицо, а на других фотографиях его нет? По сей день у Брэнди нет конкретного ответа, что это такое, но она сказала, что у неё есть свои теории. Как вы думаете, что это? Вы действительно считаете, что это мог быть её родственник, который таким образом вступил в контакты с загробного мира? Или же есть какой-то другой способ объяснить это? Напишите свои мысли в комментариях, будет интересно послушать. А это видео достаточно старое, возможно многие его видели, но я ни разу его не разбирал. Данное существо было поймано в Дагестане. Как утверждают авторы видео, это домовой. Кто-то же из родственников говорит, что это лесной эльф или дух. А теперь давайте посмотрим. Сразу же обращаешь внимание на странную форму носа и губ, а также глаза существа. Многие говорили, что это некий вид обезьян. Но когда появляется рука этой сущности, мы понимаем, что это далеко не обезьяна. Многие комментаторы писали, что это обезьяна в людском парике. Существо действительно странное. Возможно, это реально некий лесной эльф. По сей день объяснения этому видео не было. По всему миру ученые и люди изучали это видео. Научная сторона пришла к выводу, что это некая обезьяна. Но что я обратил внимание, так это на то, что существо издает некие щелкающие звуки. Изучив информацию в интернете, я обнаружил, что в списке звуков, издаваемых приматами, нет щелчков. Поэтому, друзья, это видео так и остается загадкой. Многие исследователи паранормальных явлений уверены, что это существо попало в семью из другого измерения. А как вы считаете, что это? Пишите свои мысли в комментариях. Друзья, как обычно, вторая часть этого ролика будет на рутубе по ссылке в описании. Обязательно подписывайтесь, помогите мне добить до 3000 подписчиков, мне будет очень приятно. Этим самым вы поможете в развитии вашего любимого блогера. Спасибо вам. Это странное видео стало вирусным в социальных сетях, но его истинное происхождение остается загадкой. В ролике принимает участие группа людей, которые, кажется, находятся на круизном лайнере. Мужчина, который держит камеру, записывает что-то в воде прямо под ним. Давайте-ка посмотрим. Сначала это выглядит как огромные камни, а потом мы обращаем внимание на то, что что-то бьется в воде в задней части корабля. Некоторые комментаторы написали, что это напомнило им Годзиллу, поднимающегося из океана. Однако другие говорили, что это не более чем скалистый выступ в воде. Однако, если это просто скалы, то почему круизный лайнер взял курс в такой опасной близости от огромного скального образования? Как вы думаете, что это может быть? Я хотел бы услышать ваши теории в комментариях. Пишите. Субтитры создавал DimaTorzok Последующая очень странная фотография была официально сделана НАСА. Обычно на их фотографиях не бывает ничего с херохи естественного, кроме космоса. Но это, конечно, исключение. Фотография была сделана марсоходом, который исследовал поверхность Красной планеты. На первый взгляд это может выглядеть относительно нормальным. Однако на заднем плане мы видим неизвестный летающий объект. Вот эта маленькая черная точка, которая просто парит в воздухе. Конечно, многие люди, видевшие это фото и заметившие странный черный объект, считают, что это может быть законным фотографическим доказательством существования НЛО и, что более важно, инопланетян. Теперь, конечно, НАСА никогда не подтвердит это, однако эта загадочная фотография наверняка подожжет интернет различными теориями. А что вы думаете по этому поводу? Является ли это фотографическим документом того, что инопланетяне существует? Или есть какой-то другой способ объяснить этот странный парящий объект? Ответ на этот вопрос, по-моему, никогда не будет по-настоящему раскрыт. Следующая странная запись была отправлена пользователем на сайт под названием «Исправление предметов». Начинается оно довольно нормально, показывая человека, который хватает кучу еды. Кидает он кому-то, что находится всего в нескольких метрах от точки кормления, и посмотрите, что происходит дальше. Невероятное количество угрей начинает лакомиться огромным коричневым куском еды. Через несколько секунд мужчина бросает в воду еще больше еды, после чего угри еще больше сходят с ума. Только представьте, что произойдет, если вы вдруг упадете в эту дыру с угрями. Поэтому постарайтесь быть осторожными, когда вдруг окажетесь рядом с такой кормушкой, и потому что для армии угрей вы можете тоже показаться вкусным лакомством. Это была первая часть видео. Вторую часть смотрите по ссылке в описании с самой первой строкой.